Спасибо не нужно. Александр Лукашенко отказался ехать на саммит Восточного партнерства. Белорусского президента, которого называют последним диктатором Европы, пригласили в Брюссель фактически впервые. Но в Минске ответили, что в Европу не стремятся и отправили на форум главу МИДа. А вот нашу страну представит Петр Порошенко. Чего ждать Украине от этого саммита, разбиралась Елена Абрамович. До саммита всего три дня, но над проектом финальной декларации еще идет работа. Уверяют не на камеру дипломаты. Будет ли в ней упоминаться предложенное Европарламентом Восточное партнерство Плюс и создание трастовых фондов, в Совете ЕС не уверены. Все, что могут сказать сейчас, благодарны депутатам за внимание и выдвижение идей. Нам удалось увидеть последний проект декларации и, судя по всему, для Украины пряников в этот раз Брюссель не приготовил. Впрочем, в дипломатических кругах утверждают, жаловаться Киеву не на что. Помощь ЕС беспрецедентная. Ни одна другая страна столько не получает. На поддержку реформ на следующие несколько лет Евросоюз забронировал для Украины более 12 миллиардов евро. 90 миллионов на консультативную программу по децентрализации. 104 на реформу государственного управления. 15 на антикоррупционные проекты. Да и в целом этот год был продуктивным, как никогда. Да, соглашение об ассоциации вступило в силу. Заработал без виз. А благодаря зоне свободной торговли украинский экспорт в ЕС вырос на четверть. Что еще пообещать? О членстве в Евросоюзе пока не может быть и речи. Понимают это и в Киеве. Президент Петр Порошенко сам недавно заявил, соглашение об ассоциации выполнено всего процентов на 15. Впереди еще много работы. Да и в Брюсселе словно ветер не бросают. Некоторые страны настаивали, чтобы в декларации по итогам саммита не признавали европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы. Но компромисс все-таки нашли. Устремления признали, но добавили ссылку, что ассоциация не означает будущее членство в Евросоюзе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.